Сразу семьи автомобилей сгорели во дворе дома на улице Горной. Целью поджигателей были машины предпринимателя, живущего в этом доме. Автомобили его и его жены стояли в разных местах на парковке. Сначала вспыхнули они, а потом огонь перекинулся и на другие машины. Я проснулась где-то половина третьего ночи. Да, да, да. Бабахает, что-то не поймался. Как выстрелы какие-то. Думаю, стреляет что-то, кто-то гонится за кем-то. В комнату прям заходит дым. Я тут закрыла, потом выглянул из лоджии и смотрю, вот тут вот, наверное, вот это дым был. Уже тушили машины полиции стояли, я просто не стала выходить. Фара и бампер. Бампер расплавился. Ну, на сколько примерно вообще? Понятно. Запчасти сейчас очень сильно подражали, и на сколько оно выйдет, непонятно пока. Если оригинальные покупать, наверное, тысяч на 50 точно выйдет. У нас встал ребенок просто от взрыва, от удара. Наверное, полопали стекла. Вот, потом позвонил нам охранник, он сказал выходить быстрее в конец машины. Вот, и машину отогнали, и все. У нас колесо, пластик поплавился сильно. А так сильных повреждений нет, потому что у нас под машину не растет. Подожгли две. Две подожгли, а это уже, наверное, соседний просто огонь перешел. Предприниматель мужчина, его жена, вторая машина, насколько я поняла. Вот. И, в общем, ему подожгли. Это все дело, а другие просто под цепочки поехали. Ну, в семь автомобилей, один вот полностью выгурел. Вот. Я знаю только, что это вот две машины. Одна предприниматель мужчины, вторая его жена. И, по сути, поджигали вот эти два автомобиля. А остальные просто под цепочки. Ну, так она не сгорит. Что я спичкой подожгу, и она сгорит. Она не сгорит. Облили ее. Вот эти-то вот, как стандарьи, которые через воду стояли. Только рядом стоящие. А здесь ветер, получается, таким образом, да, задувал. Ну, их было двое, вроде бы, говорят. Да. Ну, это... Вышли из леса. В капюшонах были, а он закрытый уж тоже, по-моему, не знаю. А что он тоже? Я делал капюшон, в принципе, вот так вот. Вот мне пустил лицо, и что, уже ничего не видно. Кстати, все пострадавшие написали заявление в полицию, но пока конкретных подозреваемых нет.